Вечер Добрый вечер, уважаемые гости! Здравствуйте, уважаемые участники КВНа! Мы начинаем свой очередной КВН. Это игра, которая сплотила всех на белом свете, всю молодежь и всех людей с чувством юмора. Мы играем в КВН уже не первый год, и для нас это стало красивой традицией, так же, как и для многих в этом мире. Я хочу сказать вам, уважаемые гости, что КВН этого года мы посвятили неделе молодежи, которая проходит сейчас по всему миру, и конкретно в Молдове. Вчера мы провели осенний бал для 8-9 классов, было прекрасно. И сегодня мы проводим свой молодежный КВН на тему «Легко ли быть молодым?». А еще я хочу сказать, что в этом году КВН исполняется 51 год. 8 ноября была прекрасная юбилейная дата. Сегодня у нас много гостей, как всегда. Сегодня у нас гости в жюри. И я хочу вам представить жюри, которое будет сегодня судить наш КВН. Живан Алена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе, гимназии города Тараклия, председатель жюри. Пеева Людмила Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, гимназии имени Валтера, город Тараклия. Жуляхова Наталья Владимировна, учитель английского языка, теоретического лицея Сарат-Маркетса. Ганец Виталий Михайлович, учитель румынского языка и литературы, теоретический лицей города Чедерлунба. И Жерпан Анатолий Иванович, представитель премарии города Тараклия. А сейчас я хочу представить наших очаровательных участников КВН. Они действительно прелестные, посмотрите на них, мне не хочется отдавать вот так поближе, чтобы все вас видели. Итак, 12-й Апласс, команда Барбарики. Двенадцатый Б-класс, команда Полный Бак Юмора. Одиннадцатый Апласс, от Мэйбеллин. И одиннадцатый Б-класс, команда Дюс. Ну что ж, я думаю, что мы пожелаем удачи нашему жюри, потому что сегодня им предстоит кропотливая работа. И я бы даже сказала, работа, которая требует очень больших усилий. Но я приглашала в жюри не просто кого-то со стороны, а людей, которые опытные, которые знают толк не только в КВН, но и во многих других хороших вещах. Поэтому я уверена, что со своим поручением, просьбой к меня они справятся на ура. Удачи жюри! Ни пуха, ни пера командам! Мы начинаем! Я хочу сказать вам, уважаемые жюри и уважаемые гости, о том, что вчера произошла журебьевка команд по очередности выступлений. И очередность выступлений такова. Первыми будут выступать 11-й А-класс, команда от Мэбели. Вторыми выступает по жребию 12-й Б-класс, команда полный баг юмора. Третьими выступает 12-й А-класс, команда Барбарики. И четвертыми выступает 11-й Б-класс, команда Дюс. Дюс. Перед тем, как начать свое приветствие, я хочу еще раз озвучить условия конкурса, которые есть у каждого члена жюри. Но для того, чтобы с ними были знакомы и наши зрители. Итак, тема приветствия общая. Легко ли быть молодым? В данном конкурсе необходимо представиться, поприветствовать себя, другие команды жюри, таким образом, чтобы было понятно название команды. Численность команды не менее 10 человек. Время на выступление 10 минут. Итак, приветствие. Приветствие команды 11-го Б-класса. Встречайте команда от Мэбели. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас сегодня в этом зале. В дополнительный для нас вечер. По сложившейся традиции в Каваре, концертная программа открывает приветствие. И мы чтим заветы предков. Кого-то нашли в капусте, а кого-то принес айс. А мы... Айс, Мэбели. И все... Айс, Мэбели. Айс, Мэбели. Айс, Мэбели. Айс, Мэбели. Айс, Мэбели. Айс, Мэбели. Айс, Мэк. Айс, Мэбели. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Берлок Николая Валуева. Новая противогонная система. Двенадцатая. Противогонка. Что будешь наверняка? Совпали мнения у ребят. Ничего страшного. Двенадцатый Б. Я всегда с тобой ношу Моторолу. Двенадцатый Б. Двенадцатый Б. Решил утопиться. Тяжелее груза не нашел. Одиннадцатый А от Мэбили. Зачем ты это сделала? Она сделала шеф белый. Двенадцатый А. Барбарик. Му-му. Двадцать первый век. Му-му. Му-му. Двадцать первый век. Спасибо. Это была четвертая фотография. В каком случае последняя фотография? Двенадцатый А от Мэбили. Кто тебя создал такую? Двенадцатый А от Барбарик. И кто сказал, что я не принцесса? Двенадцатый А от Барбарик. Первый вариант был круче. Хорошо? Пожалуйста. Внадцатый А от Барбарик. Внадцатый А от Барбарик. Ну еще я королева Барбар. Двенадцатый А от Барбарик. Взокий остался вариант одиннадцатого Б класса. Дюс. Пожалуйста, Сонечка. Ее узнают из тысячи. Ты узнаешь миллионы тысячи. Двенадцатый А от Барбарик. Ну я узнаю, да? Хорошо? Пожалуйста. Одиннадцатый А от Мэбили. Расслабься, детка. Я принцесса. Двенадцатый А от Барбарик. И кто сказал, что будут произошли? Нет, не от обезьян. Спасибо. Одиннадцатый А от Мэбили. Отстань, дурак. Не для тебя папа ягодку растил. Спасибо. Это было все. Пожалуйста, свет включите. Ну что, оценки за второй конкурс. Разминка. Пожалуйста, оценки одиннадцатого А класса. Команды от Мэбили. Семьи Барбарки. Спасибо. Команда двенадцатый А от Барбарки. Мало. Три, 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 четыре, четыре. Спасибо. Команда двенадцатого А от Барбарки. Спасибо. Команда одиннадцатого Б-класса. Команда Дюс. Три, четыре, три, четыре, три. Спасибо. Это были оценки за второй конкурс, который называется Разминка. Все молодцы. Браво. Еще раз, пожалуйста, посмотрите в зал. В конкурсу. Пожалуйста, команда идите, готовьтесь. Потому что сейчас, прямо сейчас, будет домашнее задание. В скобках у нас написано «музыкалка». Потому что это домашнее задание должно быть музыкальным, кроме того, что и баллистичным, оригинальным. Домашнее задание «музыкалка» может включить все виды творчества и жанров. Необходимо проследить переходы от одного вида к другому. Преобладает должна музыкальная часть. Учитывается живое исполнение, танцевальных программ, он, конечно, песенный жанр. Тема музыкального домашнего задания «Не суди меня строго, мама». Как вы уже знаете, тема нашего домашнего задания «Не суди меня строго, мама». Мы рады вам представить наших прекрасных танцоров. Так, это что такое? Кто их сюда впустил? Кто это вообще? Да вы знаете, кто я? Да вы знаете, какие у вас было после этого проблемы? Кто их впустил? Уберите их отсюда! Администрация! КОНЕЦ 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 Я не поняла, что здесь такое творит? Дети, я же вас просила. Извини нас в руках, мама. Нам поможем, поможем. Спасибо. Это было домашнее задание команды от Мэйбелин. Аплодисменты. 12-го Б, полный баг юмора. Встречайте. 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 Это программа. Спасибо. Еще одна? Спасибо. Ван. И в полуфинал программы «Самая умная» прошли. Коля побор скоро твардится. Как вы думаете вы победите? Безуслоун. У меня как бы другого выбора нет. Меня просто родители убивают. Писова Мария, ворочи другу. И где ваши родители? Вот, сидит. Также в полуфинале играет «Сумушка» Моя не наглядная Андрюшенко. Дорогче, удачи тебе в игре. Папе, привет. Также в полуфинал каким-то образом прошел Славик по папу. Где ворочи другу? Где твои родители, Славик? Че? Где твои родители? Дома. А с кем ты пришел? С пациентами. И так, внимание, Оля. Вопросы для зналей жизни. Продолжим поговорку без труда. Не вытащишь рыбку из пруда. Какой? Вы не знаете. Какой из этих инстудентов убивает топором? Сторогу проценщику? Круто. Суперия наказана? И это неправильный ответ. Это Даня Донцова смерть от студенческого топора. Теперь вопросы к Славику. Ну че, давай. Топает песню с тобой пара. Ответ неправильный. Правильный ответ – это не песня. Столица Молдова. Топает песня. Топает песня. Ну че, Кишинев? Ответ неправильный. Правильный ответ – Кишинев в сети. Вы не ответили на заправильный вопрос. Сейчас вступает игру «Писова Марье». Выбирай всем. И так все у вас. Одна минута, которая начинается прямо сейчас. Первый вопрос. В каком году, а точнее, в каком десятилетии этот художник более известный пропустит за него, нежели под именем Нельцао, В котором он прожил часть своей жизни. А именно 35 лет, в котором встречались с такими художниками, как Местецов, шишки, запрасами многими-многими-многими-многими-многими-другыми. А картина была исполнена тык. В технике раннего поздмодернизма. А нет, извините, позднего импрессионизма, милая размера по старинной площади. Сиды его дома, обезьянные чудо-перенимые монстры в 1922 году и из двух циатерств только один раз, но перездано в 1993 году. И это правильный ответ. Но ваше время прошло, итак, сводим правильный ответ с вами. А теперь самый важный момент в нашей игры. Разрешение, позовем чип. Звёздочка моя явная, допустим, тебе надо ответить наибольшое количество вопросов. Ты готов? Какую категорию ты выбираешь? И твоя минута начинается прямо сейчас. Мару, дальше умы? Да.